Сегодня второй день первого международного театрального фестиваля История государства российского И с каждым днем программа становится все более насыщенной Сегодня зрители смогут увидеть сразу два спектакля Ереванского тюза и российского академического молодежного театра Фестиваль приблизился к экватору И страсти на нем накалились Сразу два спектакля в один вечер От скоморохов и жития блаженной До постмодернизма через призму Чехова В этот день зритель мог выбрать спектакль по своему вкусу Уникальный фестиваль Потому что здесь рассматриваются не только исторические события Потому что бывают, были фестивали, посвященные просто истории Но именно, скажем так, отражение истории на театральных подмостках В этом году, в 2013 году фестиваль носит, скажем так, пилотный, первый, начальный масштаб Потому что очень много идей, к сожалению, пока еще не вошли Московский театр в неожиданной интерпретации представил зарисовки Из жизни блаженной Ксении Петербургской Также неожиданным был и интерес к спектаклю Студентам Ульяновского театрального факультета Даже разрешили сесть прямо на полу перед сценой Когда мы выпустили этот спектакль Конечно, доля волнения, серьезного, у всех у нас присутствовала Потому что сразу оговорюсь, что форма и подача этого материала, наверное, поначалу шокирует, а может быть и удивляет Когда мы поняли, что нас воспринимают, мы, наверное, подуспокоились А вот приезд в Ульяновск, понимаете, это новый город Здесь есть какие-то определенные уже свои традиции И театральные традиции, какие-то определенные свои взгляды Ксения Петербургская вышла замуж, вела благочестивый образ жизни Неожиданно ее супруг умирает, и Ксения Григорьевна Жертвует дом, все имущество, облачается в одежды мужа и отзывается только на его имя Такую историю через образ скоморохов и балагана показали московские гости Очень тяжело это все давалось Но мы искали какие-то человеческие качества Именно как женщина, которая несет в себе любовь Как она такая живет, как она собственная Может это все преодолеть, то есть все это свалить на себя И вот вперед идти На большой сцене театра труппы из Армении показало свое прочтение чайки Антона Павловича Чехова Полное отсутствие основных персонажей, кроме Аркадиной, удивительной декорации, напоминающей голландский сыр Это, можно сказать, ремейк по песе чайки Антона Павловича Чехова Я так представил такую историю, что лет через 20 после вот этих событий Аркадий возвращается в усадьбу Сорина Было что-то общее у московского и армянского спектаклей Женщина с тяжелой судьбой и только одиночество, как леет мотив, жизни И я представил себе, что никого из тех героев, тех персонажей, которые окружили ей, многие из них мертвы Как итог второго дня фестиваля, зрителю было над чем подумать и на что посмотреть Сюжет для небольшого рассказа На берегу озера живет молодая девушка, любит озеро, как чайка Но случайно пришел человек, увидел ее и от ничего делать погубил, как вот эту чайку Антон Павлович Чехов, чайка Давайте не губить, а беречь искусство А второй день на первом международном театральном фестивале История государства российского Для вас работали Кирилл Борисов, Владислав Асанов Ульяновский драматический театр Редактор субтитров А.Семкин